Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. В Рязани убит начальник отделения службы судебных приставов Сергей Калужский, стрелок, использовав оружие калибра 5,45. Соблюдая традицию, осенний аврал на весенний от сотрудников РНПК. Сети ВКонтакте. На центральных улицах Рязани меняют троллейбусные провода. Начнем с чрезвычайного происшествия. В микрорайоне не достоево убит начальник отделения службы судебных приставов по городу Рязани и Рязанской области Сергей Калужский. Киллер подкараулил его при выходе из магазина и открыл огонь, предположительно из автомата Калашникова. Валерий Седов с остальными подробностями резонансного убийства. Это первое и пока единственное видео с места убийства 35-летнего Сергея Калужского, начальника службы судебных приставов. Рядом свидетели, скорее всего соседи. Делятся тем, что видели. По предварительной информации, убийство произошло на этом самом пустыре. Киллер настиг Калужского на полпути из магазина. Последний возвращался домой. В руках пакет, пятилитровая бутылка воды и канистра. Убийца сделал три выстрела. Пули попали в живот, грудь и в голову. Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты гильзы, записи с камер видеонаблюдения. Назначены необходимые экспертизы. Допрошены родственники и соседи потерпевшего. Проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению убийства. Известно, что гильзы калибра 5.45 подходят и к Сайге, и к автомату Калашникова. В сети даже появилась версия, что убийство совершил человек, у которого есть спецподготовка или даже боевой опыт. Оружие на месте убийства киллер не оставил. Местные жители утверждают, что видели невысокого человека в балаклаве и темной одежде. После стрельбы мужчина убежал в поля. Уже появилась информация, что по подозрению в убийстве Сергея Калужского рассыскивают мужчину ростом 160-170 сантиметров, одетого в черное и передвигающегося на велосипеде. С собой у него может быть ружье. Сергей Калужский родился 1988 года. Начал работу в ГИБДД, после перешел в Управление Федеральной службы судебных приставов. Совсем недавно возглавил отделение службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району. Калужский был женат, у него остались двое детей школьного возраста. По материалам комсомолки, 2 ноября Сергей Калужский должен был находиться в Октябрьском районном суде в качестве административного ответчика по нескольким телам. По информации издания, претензии по работе судебных приставов, согласно материалам суда, предъявлены коллекторскими агентствами Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Челябинска. В четверг должны были состояться очередные слушания по искам об оспаривании решений и действий бездействия судебного пристава. Ну а теперь к хорошим новостям. Работники нефтезавода по традиции вышли на уборку улицы в весенние. Еще 30 октября сегодня они чистили улицу, несмотря на дождь. Рязанская нефтеперерабатывающая компания – постоянный участник городских экологических акций. В последний месяц осени сотрудники предприятия убирают опавшую листву, бытовой мусор, чистят бордюры, подметают пешеходную и автотранспортную часть улиц весенней. В этой инициативе нефтяники принимают участие уже не первый год. 1 октября текущего года в городе Рязани проводится месяц по благоустройству и санитарной очистке города Рязани. Многие предприятия приняли активное участие в уборке закрепленных территорий, прилегающих территорий. Сегодня мы с вами находимся на улице Весенней. Хотелось бы сказать, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания является социально ориентированным предприятием, оказывает большую помощь по работам, по благоустройству. На счету данного предприятия были работы по уборке Новопавловской рощи, улице Строителей. Помощь городу у нефтяников в приоритете. В вопросах охраны окружающей среды завод проводит целый комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации собственного производства, а также участвует в поддержке экологических экспедиций школьников и помогает Окскому заповеднику. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани комплексно меняют контактную сеть троллейбусной линии. Заместитель главы администрации Рязани Михаил Рамодин и директор МУП управления рязанского троллейбуса Андрей Суханов проинспектировали участки контрактной сети, на которых ведется замена проводов. Замена контактного провода прошла от пересечения с Первомайским проспектом до третьей школы. Полностью замена контактного провода на полном исчислении два провода. Сегодня планируется подвесить и заменить провод до третьей школы, до пересечения с улицы Гагарина. Данные работы будут выполнены. Замена, по-моему, в третьей планированной прайде. На улице Дзержинского масштабное обновление троллейбусных сетей. Работают ремонтники в основном ночью, чтобы не нарушать графики движения. Замене подлежат провода и опоры на центральных улицах города, где износ контактной сети самый большой. В списке улицы Маяковского, Циолковского, Соборная, Ленина, площадь Театральная и Первомайский проспект. Срок окончания работ – конец года. В этом году, благодаря поддержке правительства Рязанской области, выделено более 70 миллионов рублей на данные работы. Будет заменено более 20 километров контактного провода в однопутном исполнении, а также несущие части. Спецчасти меняем исключительно по необходимости, так как приоритет отдан на замену аварийного провода. Кроме того, на улицах будет покрашено 308 и заменено 16 опор. Как сообщил Михаил Рамодин, главная задача сейчас – минимизировать количество обрывов контактной сети. Замену спецчастей для увеличения скорости прохождения поворотов троллейбусами в этом году проводить нецелесообразно, поскольку это приведет к значительному удорожанию стоимости работ и к снижению общих объемов. Их поменяют уже в следующем году. Партнер программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». В Рязани у торгового центра «Премьер» до 5 ноября включительно. Не пропустите. Рязанская область получит дополнительно полтора миллиарда рублей на капремонт школы. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Павел Малков. По итогам конкурсного отбора регионов в Министерстве просвещения Рязанская область вошла в число получателей федеральных субсидий. В 2024-2026 годах проведем капремонт 23 школ, пишет губернатор. В следующем году работы пройдут в шести школах, из них две в Рязани, четыре в малых городах и селах области. За прошедшие два года, благодаря федеральной поддержке, уже модернизировано 40 школ. Также в этом году за счет регионального бюджета проведен ремонт в 118 школах. Тем временем в Госдуме решили в самих школах запретить ученикам использовать мобильные телефоны. Законопроект об этом могут рассмотреть 16 ноября. Документ будет регулировать правила поведения школьников на уроках. Самое главное изменение – запрет на пользование смартфонами на уроках. В прошлом году Минпросвещение его уже вводило, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно. При этом министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что запрет смартфонов на уроках не означает, что их вообще нельзя приносить в школу. Использовать телефон может разрешить только учитель. А теперь о курьезных случаях на дорогах. Сразу две автоледи в состоянии опьянения. История, что называется, одна другой краша. Я вас отстраняю от управления автомобилем Мерседес, так как вы управляли автомобилем с признаками опьянения, то есть резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение соответствующей обстановки. Вам все понятно, что я вас отстраняю пока от управления? Таташ, протокол от устранения сразу там затребует? Да, и ситуация нестандартная. Ситуация нестандартная, погода на улице плохая. Все эти отговорки сотрудники ГИБДД слышали, наверное, не один десяток раз. Еще говорят, и не такое придумывают, когда останавливают, так сказать, не в кондиции. Тут можно подумать, что на бедную автоледи наговаривают лишнего. Однако бравый инспектор говорит сразу, давайте дунем в трубочку. И сразу станет ясно, виновата холодная погода или горячительные напитки. Я вам обязан сейчас предложить пройти освидетельство состояния алкогольного опьянения на стационарном посту ДПС Солочинский. Вы согласны проехать? Пройти освидетельство? Я не согласна. Вы согласны? Тогда на основании статьи 27.12 УАПРФ я обязан вам предложить пройти медицинское освидетельство состояния опьянения. Проехать в медучреждение, проехать соблюдет состояние опьянения. Четко скажите, да, и не отказывайтесь. Ну, вот и ответ. От прохождения освидетельствования отказалась, а это тоже статья. Санкции такие же, как если бы алкотестер опьянения подтвердил. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторный штраф, кстати, больше, на порядок, до 300 тысяч рублей. Плюс обязательные работы на 480 часов или принудительные на срок до двух лет. А ко всему этому повторное нарушение классифицируется как уголовная статья, лишение свободы на два года, а заодно и водительское удостоверение отберут. Те же санкции и за повторный отказ от медицинского освидетельствования. А это уже другой случай. Автоледи эту вычислили по ее автомобилю. Были на ее Хендай, так сказать, заметные следы. В городе Рязани, вблизи дома номер 59 по улице Чапаева, при надзоре за дорожным движением, внимание сотрудников госавтоинспекции привлек автомобиль Hyundai Solaris, который имел явные признаки дорожно-транспортного происшествия. Инспекторы приняли решение остановить данное транспортное средство, общаясь с 32-летней женщиной-водителем. Инспекторы обнаружили, что у нее имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка. Процедура та же. Инспекторы ГИБДД предлагают даме пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Я с вами никуда не пойду. Говорит Автоледи и идет. Даже успевает в автомобиль сесть. После почему-то быстро меняет решение и вновь продолжает петлять по улице. Вы будете проходить процедуру осудивания состояния? Конечно. Все, до свидания. И снова отказ. Ну ничего, статья та же. 12.26 Кодекса об административном правонарушении. Инспекторам такое слышать не впервой. Протокол оформляют тут же. Далеко ходить не надо. Нас прессуют просто так. И это только два случая. За одни только выходные по статистике регионального ГИБДД останавливают до 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За месяц, соответственно, бывает, что и сотню. По России цифры выше. За первые пять месяцев две сотни тысяч пьяных водителей. 10% из них стали фигурантами уголовных дел. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Успейте купить вкусную, а главное, качественную продукцию до 5 ноября. Тех, кто стал ярым фанатом рыбных деликатесов у торгового центра «Премьер», с каждым разом все больше. Это и неудивительно. Знают, куда идти. Известия о прибытии в Рязань, выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» горожане уже ждут с нетерпением. Да рыба вся полезная. И свежая, и соленая. Ну, кто любит копченую, тому копченую. Мы гости Рязани. Мы приехали с Краснодарского края. Гости. А вообще, мы проехали бывший весь Советский Союз и служили на Дальнем Востоке. Рыбы ели им очень много. Белорыбеца, омуль, палтус, чивыча, нерка и многое другое. Настоящие раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. Чивыча мне нравится. Холодного, горячего копченника. В нашем возрасте икра очень полезная, потому что там очень много омега-кислот. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбу или икру можно попробовать. Оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыба Камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 5 ноября включительно. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все производителя. С 30 октября по 5 ноября. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова